Я хочу поговорить о процессе перевода Библии. Я хочу поговорить о процессе перевода Библии. Я хочу поговорить сегодня про процесс перевода Библии. Тот перерыв, который появился в 941 году по вопросу перевода, по вопросу толкования Писаний, «Этот переход был сделан двумя людьми искусства». И они хотели знать критерии уровня хорошего искусства. «Что для меня значит предмет искусства?» И вот то, что они сделали для того, чтобы дать значение всем культурам этого мира. Они сказали, что намерения автора не были значением самого текста. И вот это начало происходить в Библии. Напротив, то, что читающий понимает из этого текста, это и есть значение текста. Это начало происходить на изучении Библии. Мне очень нравится процесс изучения Библии, и я получаю благословение от общения, которое есть у нас, когда мы собираемся и изучаем Библию. В 40 странах мира они изучают книгу Откровений. И есть 500 тысяч примерно студентов, которые вместе изучают Писание. Но я говорил, что есть только одно значение текста, которое имел в виду автор. Но в основном наши культуры говорят, что это не так. Что текст имеет различное значение для различных групп людей. Мы говорим о значении самого текста, а не о глобальном значении. Не о глобальной ценности этого текста. Поэтому на многих изучениях Библии говорят люди, что каждый должен говорить, что этот текст значит для него самого лично. Некоторые люди говорят, что мы сядем и будем изучать Библию, каждый скажет, что он думает. Все мы заняты, нет времени, поэтому люди выбирают одну книгу. И некоторые говорят, что очень легко найти Евангелие от Марка, поэтому давайте будем изучать именно его. Поэтому они находят какую-нибудь приятную главу, где Ишуа выходит на берег Горилейского моря. И лидеры те, которые сидят возле дверей, это те, которые лидеры. В основном люди обращаются к тому, кто сидит справа и говорит, начиная с первого стиха. А потом лидер спрашивает, окей, что вы получили из прочитанного? И потом наступает период тишины, потому что все должны быть смиренными. Но потом поднимает руку тот человек, который всегда любит говорить, и он начинает тему. Он говорит, ну я не знаю насчет вас, но то, что я получил с этого текста. Он говорит, что лотка, в которой находился Ишуа, это есть церковь. И потом все, что значит о всей неприятности, которые есть у церкви, все эти налоги, на которые на нас наложил Обама, это буря, которая возникла вокруг. И для меня это значит, делаешь ли ты какие-то усилия для того, чтобы продвинуть общину? Что должен сказать лидер в этом случае? Он может ли сказать, ой, это неприятный запах имеет? Он этого, конечно, не скажет, что он говорит, не то чтобы это правда. И он не говорит, что это неправда. Он говорит, что это интересный взгляд. Вы, наверное, тоже были на таких изучениях Библии. И он говорит, ну хорошо, кто еще может что-то вынести из этого текста? И молодая девушка, которая сидит, говорит, я не особо поняла, что этот текст имеет в виду. И она говорит совершенно что-то другое. И лидер говорит, ну это тоже интересный взгляд, конечно. И я вам хочу сказать, что это разрушает силу и власть Божьего Слова. Оно стало настолько субъективным, что нет уже больше объективной правды. Это проблема, с которой мы сталкиваемся в толковании Библии в сегодняшнее время. И мы должны сделать разделение между тем, что имеет в виду текст, и между тем, как применить его. Авторы Писаний Божьей силой и Божьим откровением получили это слово. И значение слова может быть только одним. Толкование может быть только одним. И мы можем найти это значение, обращая внимание на грамматику, на содержание и на постройку предложений. Мы не хотим останавливаться на том, что значит текст, мы хотим также знать, что этот текст значит конкретно для меня. Поэтому значение только одно, а применять его можно многими путями. Но недавно еще одно значение вышло на свет. И оно называется различные чувства Писания. Более глубокое значение, которое дал Дух Святой, но оно по-другому понималось авторами. Я спросил, где вы нашли это значение в Библии? Они сказали, что это не написал об этом автор, и в грамматике это невозможно найти. Тогда я спросил, где можно это найти. Они сказали, что вы находите это между строк. Но если это находится между строк, то не хватает, что то, что не написано между строк, оно таки не написано. В послании Тимофея написано, что все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для наставления. Поэтому утверждать, что есть более полные или более глубокие значения в Библии. Это противостоять тому значению, которое на самом деле имелось в тексте. Поэтому эти толкования невозможно назвать библейскими. Это огромная битва, которую проходят сегодняшние читатели Библии. Поэтому они могут уйти не в правильную сторону относительно понимания Израиля в Божьем плане. Есть такая привычка говорить, что есть много пониманий, как существует много людей. Поэтому мы можем спросить, мы имеем право спросить, а какое толкование истина? У какого толкования есть значение Божьего Слова? Как я могу определить Божье желание, если представлено толкование, не имеющее отношения к Божьему Слову? С этой проблемой сталкивается Ишуа в первую неделю Пасхи. На дороге в Ямаус Ишуа говорил с двумя учениками. В Луки 24 главе. И Клеопа в то время назывался другим именем. А у Клеопа была табличка с именем, а у второго ученика не было таблички с именем. И вот они шли вместе и рассуждали и говорили, что он мог бы быть Машехом, но они убили его. И вот Ишуа присоединяется и идет вместе с ними. И они не знали, что Ишуа должен был пострадать, а потом быть прославлен через свое воскресенье. И многие люди говорят, что они это не могли знать, потому что пророки написали им лучше, чем они бы это знали. Если сами пророки не знали, то где уж бедному Клеопе? Но я могу сказать, что Клеопа мог знать и должен был знать и понять. Когда Дух Святой дал слово, тогда Ишуа объясняет Клеопе и другому парню значение. Он сказал, ребята, «Все все глупы и малопонимающие». Начиная с Муашем и Пророков, он начинает объяснять все, что написано о нем. Начиная с Муашем и Пророков. Но я не могу произвести это для вас. Но я говорю вам, что есть упражнения в Библии, которые могли, и должны были рассказать Клеопе все, что вы должны знать. Я бы хотела вам сказать, что вы нашли небольшой диктофон, который был у Клеопы. И вот мы сейчас можем вам дать прослушать все эти толкования, которые дал Ишуа Клеопе. Но, к сожалению, я не могу дать вам его. Но я да могу вам сказать, какие стихи из Библии, которые могли показывать и точно показывали то, что написано было о Ишуа. И есть для них догма о Ишуа. Вы не понимаете, что вы не понимаете. Потому что языческие христиане сегодня могут сказать, что ученики не могли знать. Я могу сказать, что Ишуа своим примером сказал, что вы медленны на понимание того, о чем говорят пророки. Вы должны были понять и вы должны были узнать это. Поэтому это целая тема понимания и толкования Писаний. В некоторых отрывках написано «Сейчас» или «Пока еще нет». Это проилустрировано в первом Иоанне, третьей главе, втором стихе. И написано, что мы сыны Бога, но пока еще не пришел тот день, когда мы будем в полноте. И мы видим две связи в понимании сегодняшнего дня и в понимании будущего. Или глава одиннадцатая, например. Откровение. Извините, в Даниила, одиннадцатой главе, он говорит про Антиохию, как об Антихристе. Антихристе. И Тайкас в 168 Б.C. установил имя Зеуса в храме. Но потом мы продолжаем в других главах, Даниель продолжает говорить о будущем, о другом Антихристе. Антиохии был сравнен с образом Зевса, который будет установлен в храме. И если вы можете установить в храме, то вы знаете, что мой прибыль очень短ий. Антихристе. 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 И поэтому есть толкование совместное, но это невозможно говорить, что есть много толкований. Мы должны с уважением относиться к тому факту, что есть только одно толкование, одно понимание текста. Пока только мы не найдем какой-то другой намек в том же тексте. В будущем перед нами есть огромная работа, которую сделает Бог. Мы можем увидеть это в пророке Уиле в третьей главе. Вот Он здесь говорит о грядущем дне Господа. Я думаю, что это иллюстрирует наш взгляд очень хорошо. Но когда они не ответили, то он говорит, что мы можем многому научиться. Бог, как обычно, пытался проповедованием Слова привлечь внимание народа. Но когда народ ничего не ответил, когда он посылает четыре волны. Одну за другой. Бог так возлюбил Израиль, и Он хотел, чтобы Израиль понял. Поэтому Он посылает одну волну катастрофы за другой. И Он призывает их к покаянию в главе 1, 12 стихе. Хигру и сферду их кухонам, хилолу, мешарте мезбрех. Боу, линуу, басаким, мешарте мезбрех. Ки немнам мебит Иллюхем, менеха, внесех. Но не было ни было ни было ни было ни было ни было ответственности. Но опять же, в апреле 2, Тринадцатый стих. Но опять же, в апреле 2, в 12 и 13, Бог говорит, что не было достойного ответа на то, что Он сказал. А потом Он, во 2 главе, мы видим, что волна катастрофы увеличивается. Во 2 главе, 12-13 стихе, Бог опять призывает людей покаяться. Он говорит, приходите ко Мне со всем Своим сердцем, с постом и разрывайте Своё сердце, а не Своей одежды. Возвратитесь к Господу, потому что Он велик, и Он медленно гнев. В этот раз люди обернулись, потому что Господь возревновал, и Он пожалел народ Свой. Во многих английских переводах это переведено как в будущем времени, но это не так. Волкан, это сейчас. И благословение Господь возревновал, и Он пожалел, и принял народ. И благословение Божье приходит 2 раза. В первый раз это озеленение земли. «Земля становится плодородной». Это мы видим в конце 2 главы, в 23 стихе, что Бог дал душ на землю, и те благословения, которые Он дал на землю. Во второй части 23 стиха мы видим то благословение, тот дождь, который Господь проливает на землю. Это то, что Он сделал в первый раз. А потом, то, что Он сделал, находится во 8 стихе, скорее всего, 3 главы. И здесь Он продолжает в продолжении того, что случилось сначала, и теперь Он делает нечто другое. И Он говорит, «Я и залью от Духа Своего на всякую плоть, и ваши сыны будут пророчествовать, и старцы сновидениями, вразумляемые будут на моих рабов и рабынь, и залью от Духа Святого». И поэтому не имеет значения ни половая принадлежность сыны или дочери, не имеет значения возраст, старцы и юноши, и не имеет значения даже национальность народа или Израиль. И Бог покажет чудеса на небесах и на земле, курение, дыма и землетрясения, кровь и огонь. Солнце обратится в тьму, и луна в кровь. Много говорили в Соединенных Штатах про четыре кровяных луны, но все это было не в то время. И в третьей главе написано, что гряду дни в то время, когда я восстановлю скиню Давида Иерусалима и соберу все народы и приведу их в долину Иосифата. Это написано в Иоиле 3 главе в первом стихе. И Господь будет приведеть в последний главный борьбе Армагеддин, в первом стихе 2. И Господь будет приведеть в первом стихе 2 главе в первом стихе 2. В первом стихе 2 главе который Он дал Аврааму, Ицеха ку Якову. И Бог проведет эту финальную битву Армагеддон. Во втором стихе, где написано, что соберутся все народы. Потом Бог дает четыре причины, почему Он приведет все народы в это место. Это написано, Во-первых, потому что Мой народ рассеялся по всем народам. Во втором стихе 4 главе, потому что они разделили Мою землю. И в-третьих, что они продавали в рабство за то, что они забрали Мое золото и серебро и забрали в Свои храмы своим идолам. Четыре причины, почему Бог восстановит те блага, которые Бог дал Иуде и Иерусалиме. 17-21, chapter 3. Тут глава продолжает описывать ужасы той волны, когда Бог, в конце концов, одержит победу. Заканчивается в 17-м главе, в 17-м стихе, 3-я глава, 17-го по 21-й стих, Он заканчивает четырьмя благословениями. Тогда вы узнаете, что Я, Господь Бог ваш, обитаю на святой горе Иерусалим. Иерусалим будет свят и никогда больше не будет завоеван. И гора будет изливаться новым вином. И будут изливаться потоки из дома Господа. Иерусалим будет свят в Зайон. Иерусалим. Иерусалим будет свят Это начинает по-английски. в 2, в 18-м, где они ответили и в вере. И потом, в последнее время, он продолжает говорить о том, что Бог будет делать, как он включает все истории. Прекрасная книга. Начинается с той вершины, что отреагировал народ и на него стали издеваться благословения. И в конце книги он говорит, открывает тайну, он делает заключение всего, что произошло в истории. Сион и Египет упомянуты в книге Исаии, в 19-й главе. В этих пророчествах о народах это один из самых важных текстов об откровениях относительно и пробуждения Египта. Оно начинается с первого стиха и описывается там катастрофа и Господь митцрам митцрам мишуа. для того, чтобы принести искупление и спасение. митцрам 3-4. Интересно, как написано, что поколебались идолы. И в конце концов, сердца египтян наполнился страхом. И потом приходит гражданская катастрофа в 3-4 стихе. Египтяне сражаются со своими братьями. рухотам митим в эллилим. И Господь сражается со своими же народами. И они боятся, написано в 3-м стихе. И в его основе он будет облаковать воду Нилу. Он будет облаковать воду Нилу. Вы говорите, что это невозможно, потому что Нилу это подарок Египет. И это невозможно. Вы можете сказать, Нилу подарок египетскому народу. Но в 1978 году они произвели строительство на этой реке. И река стала плохой, река значительно иссушилась. Так написано это сбывающееся пророчество. И написано, что воды и реки Нилу будут запущены и от них будет исходить зловоние. ранее. Раньше поток реки вымывал каналы и забирал все болезни, которые существовали в этих каналах. но теперь с 1978 году один из десяти египетян имеют болезнь крови. один из десять митри есть у них макалат дам. Микроб проникает в кровь. Микроб проникает в кровь. проникает в кровь. Это некра каха. Микроб проникает и из-за него возникают болезни крови. И потом продолжение говорится, что возрастет голод потому что рыба иссохнет. Рыба умрет. И в десятом стихе написано я думаю, что мы видели эти вещи начиная с семидесятого года. И кроме гражданской катастрофы здесь говорится еще про третью катастрофу. Это академическая катастрофа. Египт у Египта был дар от Бога. Когда Соломон получил дар мудрости, было написано, что он стал самым мудрым человеком, мудрее, чем сыны Египта. Как можно было сказать фараону, я один из мудрейших написано это в одиннадцатом стихе. И в двенадцатом стихе написано, где твои мудрецы сегодня? И в четырнадцатом стихе написано, что Господь излил дух непонимания. И все это происходит от руки Бога. Но потом в шестнадцатом стихе появляется мост. Он говорит в двенадцатом стихе, что египтяне будут полны страха. И земля Иуда перенесет страх для египтян. из-за того, что сделал всем огушьи поскольку 16. во египт из-за из-за lent им ци о 은 Когда Египет стал бояться Израиль, после шестидневной войны? Поэтому текст продолжает нам говорить о том, что Господь сделает, и о пути спасения. Шесть раз он говорит в этот день. В тот день он говорит шесть раз. Пять городов в Египте будут разговаривать на ивлите. И будут служить и заключить завет со святым Богом. И потом в тексте написано, хотите один пример, я вам дам. Город солнца. Хилиаполис. Хилиас – это сын, и Паулс – это сити. В 19 стихе написано, что будет жертвенник Господу в сердце Египта, и памятник Господу. На самом деле, там никого памятника нет. Это как статуя свободы в Нью-Йорке. Но он установит этот монумент для того, чтобы сказать, что в это время в Египте мы познали Господа как нашего личного Спасителя. В 20 стихе написано, что они восплачут и возрыдают, но Господь пришлет им из Спасителя. Так же, как в книге Судей. В 21 стихе написано, что Господь Сам откроется Египтянам, и в тот день они познают Господа. Египтянам будут служить Господу, и приносить жертвы, и будут служить Ему. И в 22 стихе написано, что Господь поразил Египет язвами, но Он исцелит их. Но пока мы ничего такого не слышали, где мы услышим об этом? В 23 стихе написано, что в то время будет дорога из Египта в Ирак. Жители Ирака будут ходить в Египет, и Египтиане будут ездить в Ирак. И в 23 стихе написано, что Израиль будет ездить в Египет и Египет. Написано, что Израиль будет благословением вместе с Египтом и Ираком. Все эти три страны будут благословением для мира. Как можно эти три страны поставить вместе? Это проблема. Но текст говорит в 25 стихе, что Всемогущий Бог благословит их. И Он говорит, что Благословим, Египет народ Мой. Нельзя говорить про Египет, Мой народ. И Ирак, произведение Моей руки. Это нельзя говорить про Ирак. Это имя для Израиля. А потом написано про Израиль, Израиль Моё наследие. Какой день это случится? Ирак, Израиль и Египет будут вместе идти в Божий Дом. И Бог говорит про группу из этих трёх, что Благословен Мой народ. Я сказал им, что есть только один Божий народ. И я вам сказал, что есть только одна программа у Бога. Вы можете сказать, что произошло ли это уже? Мы, возможно, видели части этой главы, которые уже исполнились. Но точно не всё. Я хочу, чтобы вы знали, что Господь сказал Аврааму, что в твоём семени благословятся все племена. Посмотрите, в будущем, в один день, будет монумент, памятник, построенный Господу в Египте. И этот памятник будет для напоминания того, что был день, когда Господь принял нас. Начало ли это происходить уже? Я так думаю, что где-то началось. Но я не пророк. У меня нет дара пророка. Мой отец был фермер, и поэтому я даже не сын пророка. И я всю свою жизнь работал для непророческих организаций. Но, с другой стороны, я доверяю тому, что написано в Писании. Я был в Египте и служил там. У нас было 150 арабских пасторов, которые хотели, чтобы я говорил про Израиль и Ветхий Завет. Я тогда был помоложе, и поэтому согласился. Но они показали мне места в Египте, те места, где они построили первую мечеть в Египте. И эта мечеть была возле кучи мусора. И там есть могилы, и 32 тысячи людей где-то поклонялись там этим могилам. И есть мои студенты, которые продолжают учить в Египте, не только там, но также в Ираке и в Иране. Я могу сказать, что Господь делает массивную работу. Моя молитва такова, чтобы Господь сделал эту работу в Израиле. Нет ничего, что Бог не в силе сделать. Мы возносим нашу молитву Господу, и мы говорим, что Господь обещал, что весь Израиль будет спасен. Пожалуйста, исполни это. Поэтому Господь трудится, и даже в наши дни тоже. Я желал бы знать более точно, что имеется в виду, когда происходят те или иные события. Но у меня нет никакого сомнения, что все они являются частью плана Божьего. Поэтому моя молитва для каждого из вас у вас самая важная работа в мире. Служить людям, которых избрал Бог и дал свою любовь, и оказал свою милость, и свою благодать Он также будет демонстрировать в последние дни в этой земле. Как он обещал проявить свою славу в Египте также. Возможно, сейчас пришло время для вопросов. Если я не могу ответить, то мой друг ответит на них. У нас есть 7 минут до перерыва. Пожалуйста, ваши вопросы. Вопросы. Есть два вида толкования. По поводу места, где написано «Весь Израиль спасется», то есть два мнения, что Израиль спасется до Машеха, или второй раз, когда написано, что они воззрят на того, которого пронзили. Я не знаю, будет ли это спасение в одно и то же время. Но возвращение к Господу будет настолько велико и большое, что можно использовать выражение «Весь Израиль». Я не знаю, сила Бога или сила Евангелия будет настолько сильной в тот день, но она будет настолько сильной, насколько мы раньше ничего подобного не видели. И поэтому все верующие общины по всему миру будут наблюдать, когда Божья сила Божьим Духом и зальется на Израиль в то время. Поэтому я надеюсь, вы не будете разочарованы этим медленным процессом спасения Израиля. Но 50 тысяч верующих примерно в Израиле это очень воодушевляющий фактор. Вопрос такой, можешь ли ты объяснить часть вещей, о которых ты говоришь? Ты говоришь, что мы все один народ, все народы, один перед Богом. Но таким же образом ты говоришь, что Израиль отделен и избранный для Бога. разобъясни, что ты имеешь в виду. Это очень хороший вопрос. Я бы поспорил с тем, что есть один народ, к которому они пришли в вере и в вере. Это тот, к которому они пришли в вере. призвание Израиля — это быть светом народу. И это призвание относится только к Израилю. В Исаии в 49-й главе есть это выражение «свет язычникам». Это часть той истории, которую мы видим в Танахе, что Бог призывает все народы к Нему через свой народ Израиль. что Исраиль. Некоторые даже являются участниками Родословной Машиаха, например, как Руф. Мы видим различные аспекты в одном Божьем народе, но мы все вместе верой являемся невестой Машиаха. Мы один народ Бога, потому что мы были искуплены одной великой работой Божьего плана спасения. Не двумя работами, а одной работой, которая была произведена на кресте. Есть условия, которые даны в Завете Авраама и в Завете Давида. Написано, если твои сыны Давиду написано, что если они отпадут, то я накажу их. не не вероят в Бога, даже если они не верят в это . Народ должен принять благоувесь, даже если не все принимают ее верой. Но центром всей программы Бога является выбор Израиля. Забыть это – это забыть единство Божьего плана и Божьей цели в Библии. Еще один вопрос. Часть пророчеств, которые мы прочитали из книги Юэля, исполнилось в Деяниях на учениках, и там он напоминает также про Кровеную Луну. Можешь ли ты сказать, исполнились ли частично в нашем народе эти пророчества? Я думаю, что в больших космологических движениях, such as the sun being dark and the moon being the blood, are for the climactic moments of the last day. И что мы видим, что другие части, которые мы прочитали, из-за того, что мы видим, что мы видим, что в Пентекосте, мы видим, что в Acts 8, в Самаре, мы видим, что в Acts 10, в Корнеусе. Я называю он корни, я думаю, что я знаю. И там Бог brought the word. Но это было бы отбой, 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 отбой. В принципе, часть движения изменений в климате это часть исполнения пророчеств, но не все исполнение. Как, например, произошло, что ученики получили Божий Дух. Это было первое излияние, но не последний дождь, который упомянут в 8 главе. И все исполнение было частичным. Еще придет последний дождь. Как можно различить, что уже произошло и то, что будет? Вы видите исторические аспекты, исторические символы того, что Бог будет делать в последние дни. Два принципа. Иоанна, 13 глава. Я думаю, что это 18 стих. Иоанна 13, 19. Я говорю вам сейчас, до того, как это происходит, чтобы когда это произошло, вы уверовали, что Я Тот, Кто Я есть. Здесь два великих принципа есть. Во-первых, история – это самый лучший толкователь пророчеств. Ишуа сказал нам до того, как это произошло, до того, что мы знали. Ишуа сказал, я этого не говорил. И потом, во-вторых, все пророчества указывают на Ишуа, не на наше расписание. Ишуа сказал, для того, чтобы вы поверили, что Я – это Он. Поэтому, когда пророчество исполняется, мы будем знать из-за исторических событий и из-за того, что они указывают на Машеха. Мы знаем, в том, что она указывает из-за истории и из-за того, что она указывает на демок, из-за того, что Ишуа. Спасибо. Я слышу, что моя сознание приходит. Спасибо за вашу помощь. Это здорово? Это было хорошо. Спасибо.